И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, настала пора поговорить немножечко о сессионных зонах, вообще куда стоит ходить, что будут за это давать, куда надо будет отдавать свои предпочтения для всяких заходов, и что вы за это все в конечном итоге получите. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения! Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко! Сразу два новых класса! Надежный танк Божественный Хромовник и Повелитель Стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки! Дальше! Больше! Успей подготовиться! Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме! Итак, окно сессионных зон у нас находится вот здесь, вот в вашей панельке боковой особой зоны охоты. Они здесь разделены на общие и всемирные. На всемирной зоне охоты это у нас межсерверные зоны, где вы будете встречать ребят с другого сервера. На данный момент у нас на Еве два сервера, то есть если вы на первом сервере, на межсервере, вы всегда можете столкнуться с людьми со второго сервера. И есть общие, которые у нас есть прямо на сервере, которые нужны просто для вашего захода и какого-то пополнения каких-либо ресурсов. Давайте начнем с первобытного острова. Это у нас такая зона, вход в которую стоит 10 тысяч аден. Вы залетаете сюда, вас тут телепортируют какое-то время из любой точки, с которой вы будете заходить. Зона здесь у нас стоит NPC, вот он крокодил. И у него есть выбор. Вы можете переместиться в любую зону охоты 76-85, 86 или 90 уровня. Ну, естественно, чем выше левел, тем больше и сильнее и опаснее там будут мобы. Из них будет больше всего падать, например, адены. Первобытную равнину мы давайте телепортнемся. Вообще, в чем смысл этой зоны? Здесь вы залетаете, также бафаетесь, смотрите вокруг, видите, что здесь огромное количество людей. И смысл этой зоны в том, что здесь недоступно PvP. То есть, если у вас есть какой-нибудь, например, активный вар, вы с кем-то воюете, но вы не хотите, чтобы, когда вы уходите спать, вашего персонажа слили, вы можете зайти сюда. Бесплатный вход здесь 2 часа действует, то есть, бесплатное время, за которое вы можете здесь простоять и вас никто не сольет, потому что здесь недоступно PvP. Также в заданиях у нас есть ежедневный квест на вот этот вот самый остров. Исследование первобытного острова. За 200 убитых мобов вам дадут 6 свитков увлечения опыта и очки заданий. Если вдруг вы не покупали этот пропуск за 1000 монет, то вот этот квест, он поможет вам в том, чтобы вы как можно быстрее закрыли этот пропуск и получили следующую награду. Также зону первобытного острова можно продлять, как вы видите, до 12 часов, но, к сожалению, камней продления нет. Какой-то продажи открытой прямой также камней этих пока нет, но я думаю, что, как и в версии Essence, со временем они появятся и можно будет их купить за адену и сидеть намного дольше в этом самом первобытном острове. Далее у нас невероятная временная зона, мы в нее можем зайти. И конкретно сейчас она у меня 80-го левла, она доступна всем игрокам 70-го и у вас будет немножечко другая иконка, в зависимости от вашего уровня, будет меняться сама невероятная, в зависимости от 10-й доли вашего левла, так скажем. То есть с 70-го по 79-й вы будете ходить в одну невероятку, с 80-го по 89-й в другую, и с 90-го уже и так далее вы будете ходить в третью невероятку. Здесь у нас тоже никаких проблем нет, вход сюда стоит 50 тысяч адены, вы залетаете, здесь у нас стоит NPC и вот такая вот полянка будет. Разговариваем с NPC, он вам говорит, что он улучшит ваши способности абсолютно бесплатно и как вы видите у меня уже невероятный шар огня стал, невероятный ледяной шар и невероятный яркий танец, в зависимости от вашего персонажа будет какой-то определенный скилл, который станет вот невероятным. Он у вас будет написан по центру экрана. Также обращайте внимание, что здесь накладывается на 10 минут невероятное благословение великого мастера. Эффективное зелье восстановления ХП плюс 50 преобразует 3% нанесенного урона в МП. То есть если вы стоите там и бегаете по локации, у вас заканчивается МП, здесь оно заканчивается не будет, можно сказать, это вшитая эпик бижа вашего персонажа. Суть этой локации в том, что будут появляться волны мобов и вы их будете уничтожать. Вот в этом самый главный смысл. Здесь падает большое количество экспы, так что если у вас есть свитки опыта, если у вас есть штормы, обязательно их юзайте. Помимо мобов здесь будут также появляться сундучки, которые я вот только что убил. Сундучков падают вот такие вот баночки, сырье какое-то, которое будет у вас обновлять очки рандом крафта. Все будет падать, эти баночки вот сюда. Они не падают в инвентаре, в инвентаре нет смысла их искать. Они сразу автоматически идут вот в эту шкалу. Как только шкала заканчивается, сможете прокрутить рандом крафт. Если есть какие-то еще итемы, которые вы можете выкинуть, кристалл зачистки адена лучше не выкидывать. Какие-нибудь там ресурсы, сияющие ресурсы, неизвестные ресурсы. В общем, все, что здесь будет, можно закидывать и также апать рандом крафт. В общем, эта зона нужна исключительно для того, чтобы вы получили максимальное количество экспы. И плюс попробовали прокрутить рандом крафт, который также может показать вам что-нибудь интересное. Ну и как видите, у меня вот было 3.06. Вот я подобрал два мешка и получилось 3.86. Ходить сюда однозначно рекомендуется. Один раз в сутки вы можете сюда зайти. Если вдруг вы где-то найдете билет или выполните квест, второй раз также обязательно залетайте. Получайте рандом крафт и большое количество опыта. Также в невероятной зоне у нас присутствует квест, который вам тоже поможет. За убийство 300 монстров в невероятке вы получите 20 свитков увеличения опыта, 20 очков заданий, 500 руды духов. Ну и ветка молодого древа. Это у нас просто ивент. В будущем этого итема не будет, останется только руда, очки заданий и свитки увеличения опыта. Квест доступен один раз на аккаунт, один раз в день. То есть если вы каким-то способом попали второй раз в невероятку, вы его уже сдать не сможете. Он будет вот так вот у вас серенький подсвечен и будет написано готово. Но однозначно ради руды, свитков и очков заданий стоит сюда ходить. Ну и вот такое количество опыта я получил за прохождение невероятки. Еще хотел бы сам себя поправить, чтобы не было потом у вас каких-либо вопросов. В невероятной зоне у нас будет всего 4 вида в Project EV. Это с 70 по 79, с 80 по 89 и еще вам станет доступно с 85 левла, но она чуть-чуть попозже будет. И обращаю ваше внимание, что когда у вас станет доступна вот эта невероятка 85+, то вот эта невероятка, она также останется доступна. Но войти и пройти можно будет только одну. Если вдруг у вас будет не хватать буста, можете проходить 80-89. Если вдруг у вас буста достаточно, можете без каких-либо проблем ходить 85. Ну и самое тяжелое будет с 90 уровня и там еще будет внутри выбор сложности. Из трех сложностей от самой легкой до тяжелой. Что касаемо еще контента на сервере, есть остров аллигаторов, но для того, чтобы туда зайти, вы должны в магазине покупать всегда пропуск Евы, который вам поможет накапливать очки Евы и вы будете туда заходить на час. Конкретно я просто не покупал этот самый пропуск, я думаю большинство из вас также его проигнорировали, потому что относительно дороговатая штука. Но если вдруг у вас есть эти самые очки, вы их не хотите ни на что другое тратить, можете залететь, покачаться на этом самом острове аллигаторов. Выглядит он точно так же и прям каких-то там серьезных изменений, каких-то серьезных настроек нет. Единственное, что помните, что здесь доступно PvP, если вдруг у вас есть активный вар, то вас там могут также найти. Ну и конечно же самое ваше главное зона, которая находится на сервере, это тренировочное подземелье. Объясню, почему она такая хорошая. Во-первых, сюда можно зайти один раз в день, можно также по билету зайти второй раз в день, но это не самое главное. Во-первых, здесь вы можете, во-первых, заходим каждый день, откат у нас, кстати нет, у нас бывает и такое, что превышено максимальное количество временных зон. Это у нас очередь, в прайм-тайм такое бывает и это вполне нормально. Можно просто немножечко прокликать и вы обязательно туда попадете. Но ходить сюда надо однозначно, выбирайте просто более-менее такое время, когда не все сюда заходят. Здесь у нас вот такое вот сразу подземелье, как вы видите, начинает время тикать, вот так вот можно здесь даже посмотреть вокруг, что у нас здесь есть интересного. Здесь перед вами так называемые машины вспомогательной магии, с помощью которых вы можете усилить свои характеристики. Я обычно выбираю силы всех крит-атак 15%, но на самом деле вы можете потестить, возможно вам какой-то другой параметр даст больше. Также за дополнительно 500 руды и 1000 руды вы можете выбрать еще какую-нибудь вспомогательную магию. Если вдруг вы хотите на это тратиться, можете спокойно забирать, особенно если вы стоите на АОЕ с хорошим бустом, вы можете без проблем брать еще дополнительные бафы, которые помогут вам подфармить здесь больше. И здесь у нас на выбор локации, в которые вы можете зайти. Также все надо будет подбирать под ваш буст, под ваш левел и под ваш эквип и не смотрите на то, куда я конкретно сейчас пойду. Лучше потратите каждый день время для того, чтобы засечь, сколько у вас будет количества опыта и адены за определенную зону. Конкретно я хожу в башню Крумы на третий этаж, самая лайтовая зона, после того, как вы ее выбираете, говорим с Тиндом, вот здесь рядом NPC, и он отправляет вас, соответственно, в зону охоты. Башня Крумы выглядит вот так вот, здесь расположены те же самые мобы, которые есть и в Круме. Обращаю ваше внимание, что здесь также качается зачистка Крумы. То есть, если вы, например, хотите какую-то другую зачистку себе покачать, получить там дополнительные бонусы, например, отсюда, да, вам там нужны, например, не талисманы, а дэна, а что-то другое, вы можете посмотреть, какая зачистка вам больше подходит, и ходите однозначно туда и там лутать нужные для вас итемы. Чем же эта зона еще хороша? Тем, что вы спокойно можете здесь оставить своего персонажа, если вас не заклюют мобы, то это уже здорово, да, но не должны заклевать здесь обычно все по бусту, и думаю, в Еве нет каких-либо проблем здесь с фармом. И, помимо этого, вас не смогут никто убить в ПК, расфлагать, и просто ваши вары вас здесь не смогут найти, так как просто вы стоите в такой вот зоне инстовой. И также здесь есть еще и квест, который обязательно будет делаться после того, как вы убьете РБ. РБ здесь у нас появляется в определенное время, вы его убиваете и получаете с него дроп. Обычно с него падают свитки атаки, свитки защиты, но может выпасть еще что-нибудь дополнительное. Список дропа можно узнать на l2centrale.info. И после того, как вы убьете этого РБ, вы будете получать каждый день в квест. И за этот квест вы получите 500 трудных духов, сундук новобранца с снаряжением зачистки, ну и ветка молодого дерева, это ивент. С сундука у нас может упасть вот такое вот обилие разных пушек зачистки. Правда, конкретно зачем они сейчас нужны для версии Евы, я не знаю, но вот они есть. Если вдруг у вас есть питомец, то для питомца однозначно пушку вы добудете и это однозначно хорошо. Так что обязательно сюда ходите, посещайте, тем более бывает такое, что за календарь подарков, вот например, билет в тренировочное подземелье прям выдают. И вы сможете ходить сюда два раза в день и фармить без каких-либо проблем и вам никто абсолютно не будет мешать. Ну и переходим к межсерверному контенту, который у нас будет доступен. На самом деле его здесь, как вы видите, большое количество, большое изобилие, но начнем мы с того, что будет вот прям недоступно в ближайшее время. У нас есть замок Монархольда, который у нас во вторник и четверг с 18.00 до 12.00. Здесь доступно пвп, бесплатно вам можно будет на 3 часа 20 минут зайти и на вход потребуется 100 тысяч адена. На самом деле локация очень жесткая, там очень, конечно, приятное количество адены выпадает, но туда зайти на таком бысте, который сейчас есть на Project Heavy и убить одного моба, я думаю, практически нереально, если эту логу конкретно для этой версии не расслабили. Также есть лоа. В лоа вход в понедельник, среда 18-24. Также доступно 3 часа 20 минут, 100 тысяч адена. Туда можно попробовать пойти и в самом начале побить мобчиков, если вдруг у вас это получится. Замечательно. Эксп хороший, что и в логове Интераса, что и в замке Монархольда и падает довольно-таки неплохое количество адены. Небесная башня, это вообще после 90-го левела туда будет уже заход, я думаю, к этому времени уж мы во всем этом разберемся. Это самая новая инста, которую добавили только вот в этом обновлении, от 24.04. И ее как раз только-только добавили в Essence. Поэтому конкретно я сам еще туда не ходил, и уж на Project Evo я тоже там буду впервые, когда докачаю 90-ый левел. Ну и теперь давайте пройдемся по, так скажем, тому, что у нас доступно на межсервер, начиная уже с 76-го, с 80-го левела. И начнем давайте с башни дерзости, с 80-го левела. Нажимаете, вам пишут, что через 3 секунды вы будете перемещены во всемирную зону охоты. Иногда пишут, что данное действие недоступно во всемирной зоне, не пугайтесь, такое может быть. Ничего в этом такого прям страшного нет. Как вы видите, я уже начинаю прогружаться здесь, в тое, и у меня около ника появляется сервер. Как вы видите, Evo1, вот, например, Evo2. У человека ник, и вот тут уже пытаются бить мобов. Мобы, на самом деле, здесь относительно жесткие. Как вы видите, даже людей не стоят в комнатах, потому что на данном уровне буста это сделать очень тяжело. Вот, как вы видите, тоже кто-то вот не достоял, так скажем. Тяжеловато получилось, но ребята пытаются. Зачем сюда ходить, и почему здесь люди стоят? Во-первых, хорошие дроп адены, как бы там ни было, но дроп адены здесь должен быть прям очень приятным. Во-вторых, здесь падают всякие, всякого рода проходки, еще что-то. Тут, вон, я смотрю, даже PvP пошло, пыканули кого-то. Проходки всякого рода падают. Ну, и самое главное, зачем сюда ходить, это квест. Здесь у вас должен быть квест ежедневный, то есть вы просто каждый день можете сюда ходить. И выбивать здесь квест на плащи. Вот он, охота в башне дерзости. Надо убить 100 мобов с титулами, и за это вы получите сундук с плащом защиты от 0 до плюс 4. Квест можно выполнять каждый день. То есть собрались пачечку, потому что пока на данном уровне развития игры соло будет, я думаю, практически нереально это все дело пройти. И приходите на первом этаже, набиваете квест, 100 мобов убиваете с титулом, получаете сундуки с плащами. Особенно, если вы это будете делать в пате руками, это все будет намного быстрее. Если же вдруг там каким-то чудом все комнаты будут заняты, можете подняться вверх. Пашня дерзость у нас такая, как была всегда в прошлом. На какой хотите этаж, куда угодно, можете подняться и также без проблем набить этот квест. Далее у нас межсерверная зона охоты, забытый сад. Также телепортируемся, можно прямо из другой межсерверной зоны телепортироваться. Главное не находиться в бою. Нажимаете вход, вас перекидывает сначала на ваш сервер, и потом сразу будет перекидывать на опять межсервер. Сад у нас выглядит вот таким образом, комнатка, и здесь у вас выбор, в какой из садов пойти. Сады, они не просто так разделены по какой-то красоте, а суть в том, что в каждом из садов вы бьете квест на талисманы. Ну, вот, например, изучение первобытного сада. Это у нас вот этот вот зеленый сад, дальше у нас Евы, это вот этот сад, и дальше власти, вот этот сад. В чем смысл? Изучение первобытного сада, вы заходите, убиваете 100 мобов с титулами, получаете 1 талисман скорости. Ну, нулевого левла, просто набор модификации. В Еве также убиваете 100 мобов, получаете набор модификации. И также убиваете во власти 100 мобов, получаете набор модификации. Помимо ежедневных квестов по 100 мобов, у вас еще есть еженедельные квесты, охота в саду властителя, вот как вы видите я его начал делать, набил 344 моба, если вы набьете еще 1000 мобов с титулами, вы получите 10 наборов модификаций, плюс сверху руду духов. Также для каждого абсолютно сада, вот первобытного есть такой же квест и для Евы есть такой же квест, как все это правильно проходить я вам сейчас расскажу, если у вас нет большого количества свободного времени, то желательно просто зайти, найти пачечку в какой-либо из садов, смотря какой вам талисман больше нужен, вы находите себе пати и в каком-то саде стоите, бьете этот квест, набиваете 1000 и расходитесь. Если у вас есть больше свободного времени, то без каких-либо проблем вы каждый день заходите в нужный для вас сад, можете заходить в рандомный, это абсолютно не важно. Например, в сад власти нужен вам талик властителя, вы зашли, набили 100 мобов, вышли и так повторяете 6 дней подряд. Итого за 6 дней у вас получается 6 талисманов властителя и на 7 день вы заходите, убиваете 400 мобов, получаете еще 11 талисманов. Один раз за квест ежедневный и 10 за еженедельный квест, итого в неделю при отличном самом раскладе вы можете получить 17 талисманов любого типа, смотря в какие сады вы будете ходить. В чем здесь сложность? К сожалению, время в саду ограничено, каких-то проходок на данный момент у нас не продается, поэтому у вас сад всего будет доступен в неделю 7 часов. То есть вы больше не сможете туда зайти, если отстоите 7 часов, поэтому расходуйте время с умом. И обращаю ваше внимание, что вы должны очень хорошо подходить к выбору талисмана, который вам нужен больше всего. Если вдруг там проблема у вас с маной, значит ходите в сад Евы. Нужно больше ДПС, значит ходите в скорость либо во власть. Так что выбирайте, выбирайте правильно, выбирайте нужные сады. Естественно, ходите не один, потому что это все будет долго и затянуто. Ходите лучше именно с пачкой и формите, потому что так будет быстрее. Квест в пати, именно вот этот вот, он идет для всех. То есть один член пати убил титульного моба, квест пошел к каждому, у каждого будет здесь единичка и так далее. С садами мы разобрались, давайте теперь переходить дальше. Межсерверный контент храм от стакана, также можно продлять на 2 часа, но пока каких-то камней продления нет. Поэтому можно всего лишь 1 час там отстоять. Обращаю внимание, что вход туда стоит 10 тысяч адены и в этой локации доступно ПВП. Также перемещаетесь, как и во все предыдущие локации, на межсервер. Как видим, сразу приписочка появляется рядом с вашим ником, название сервера. И вы появляетесь вот в такой вот, хотел сказать, куче мале, но еще нет. Если зайти дальше, то да, там, конечно, уже будет огромное количество людей, которые здесь также все набивают квестик. Здесь есть еще и телепортер. Если вдруг вы понимаете, что здесь вы стоять не хотите, и у вас там какой-то прям хорошо заряженный чар, можете лететь к восточным воротам 88 левел и выше, или к западным воротам 88 левел. Ну, если вдруг вы с таким лоу-бустом, или без доната вообще, то можете просто вот заходить сюда и начинать бить мопчиков. Как вы видим, мопчики отлетают, опыт с них вроде идет неплохо, Адена также здесь падает. Но здесь основное и ключевое, это, конечно же, не просто Адена. Здесь есть еще и ежедневный прям квест, который обязательно надо выполнять. Квест на убийство 50 мобов. И за убийство 50 мобов вы получите одну красную лампу, Азофа 7, которую можно добавить в рандом крафт, и 20 очков задания, которые будут качать ваш пропуск. Но и это еще не самое главное. Помимо того, что я перечислил за квест, вам здесь еще будут рандомно выпадать вот такие кристаллы Тантара. Их можно использовать в особом создании, в разделе аксессуара, для того, чтобы попробовать шансом 10% вытащить сережку охотника, которая будет в будущем точиться дальше, и будет вам давать урон в ПВЕ, бонус опыта, еще и бонус восстановления МП. Согласитесь, довольно вещь такая неплохая, поэтому стоит однозначно сюда ходить. Здесь хорошая экспа, плюс можете фармить эти сережки, в будущем их точить. Если вам будет сильно вести, заточите эту сережку на какой-нибудь хороший левел модификации, получите дополнительный бонус к ПВЕ урону. И обращаю ваше внимание, что кристаллы Тантара удаляются каждую профилактику. Это написано снизу, что предмет удаляется после плановых технических работ. То есть до среды 10 утра вам надо все эти кристаллы переварить в сережки, вот здесь в разделе аксессуаров. Если вы это не сделаете, то они просто пропадут. Далее у нас на очереди башня Эльмара Дэна. В нее также можно зайти каждый день на 1 час. В ней доступно ПВП и продлять можно на 2 часа. Вход стоит 10 тысяча Дэна. Это также межсерверная зона. В нее перемещаемся, как обычно, как в любую, в принципе, межсерверную зону. И попадаем в такую комнатку, где у нас стоит НПС. С этим НПС можно поговорить. И здесь у нас есть выбор, куда нам отправиться. Если вы 76-87 левел на второй этаж, если выше 88 на третий этаж, можно также переместиться в область с так называемым рейдбоссом. Естественно, я буду перемещаться, так как у меня левел соответствует вот этой надписи 7687. Если, конечно, у вас буст позволяет, можете и лететь сразу в 88+, но я думаю, что на Еве в нынешних реалиях это сделать довольно-таки тяжело. Здесь у нас вот такие вот комнатки. Очень напоминает эта башня Тойи. Можно сказать, просто с Тойи вырезали кусок. И вот так вот оно все здесь выглядит. И вот так вот здесь все, в принципе, стоят и качаются друг у друга на головах. Дальше можно пробежать по коридорам, но там будет абсолютно та же самая ситуация. Помимо того, что здесь вы убиваете мобов, здесь неплохо очень так падает экспа. То есть можно нафармить нормальное количество себе процентированных. Здесь также еще и присутствует квестик. За выполнение квеста вот вы получите две красные лампы и три ветки. Если, опять же, не закончился ивент. Если ивент закончился, вы просто будете получать лампы. Но довольно-таки хорошая локация. Сходить сюда однозначно стоит. Если вдруг вы сюда заходите, есть возможность заюзать какие-либо бусты, на опыт я имею в виду, то обязательно их юзайте. Если же, как у меня, пока все это дело находится в экономном режиме, то просто залетайте сюда, стойте час, набивайте квест, однозначно это будет вам бонусом. Я вам рассказал все, что связано с сессионными зонами охоты. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Постараюсь помочь, ответить, если вдруг что-то я забыл, что-то потерял, что-то недосказал. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Вы не забыли поставить пальчик вверх. Подписались на канал, если вы здесь впервые. Также в описании у меня есть телеграм-канал, где проходят розыгрыши на промокоды для версии Евы и Эссенса. И также в описании есть ссылочки с бонусами для Эссенса, Мэйна и Легаси. И ссылка на регистрацию на Project Evo до 9 мая. Вы будете получать абсолютно бесплатно на любой зарегистрированный аккаунт книгу «Три звезды» на свой выбор. И немножечко расходки сверху. А на этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.